Девушки отдыхают 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 Да ты че? Это из-за Сереги? Угу. Да. Так, значит, убийцу мы знаем. И ничего, кроме свидетеля, который его увидел пару секунд, и то не уверен, предъявить не можем. Хороший у тебя свидетель? Вот почему, как дело касается моего свидетеля, сразу в чем-то я не прав. Ладно, не потеет, я так. Просто нормальный адвокат такого свидетеля на раз задвинет. А у Туманова с его деньгами будет нормальный адвокат. Привет. Узнаешь? Здрасте, да. Ну, я же все уже вам рассказал. Есть еще несколько вопросов. Я войду? Ну, хорошо. Входите. Виль, дай хоть два часа. Ну, хоть перекусить-то. Отпусти меня. Ну, вот сядешь, напишешь отчет, а я подумаю. Отпустить тебя или спать уложить. Разрешите? Заходи, Коля. Есть хорошая новость. Я запросил детализацию звонков с номера Паши Лысова. Но с того номера, который Серега дал Светлову, как номер Туманова. Ну? Ну, звонки были совершены в те дни, когда был убит Баграт, Башмак и Сава. Что, ты думаешь, он звонил заказчику? Ну, практически уверен. И кто этот человек? Шли по улице. Увидели мотоцикл. И ключи в замке зажигания. А шли откуда-куда? Ну, никуда. Так, гуляли. Гуляли? Ну, за травой шли. У меня деньги были. Чика предложил дунуть. Сказал, у него есть барыга, который траву хорошую имеет. И там рядом был мотоцикл? Ну да, там как раз на углу тоннель. Как раз между Трифоновской и Пионерской. А что за барыга? Как его зовут? Как зовут, не знаю. Кличка у него Кастро. Кастро? Кастро. Он с бородой такой. Значит, угол Трифоновской и Пионерской. Точно? Да ты чего? Надо его брать. А Зверев разрешит. Он нам что сказал? Действуйте. Вот мы и действуем. Коля, молодец. Молодец. Витя, я... Иди здесь. Молодок ты, Калюня. Как у тебя это все так получается? Ага. Молодец. 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 Простите, а могу я поинтересоваться причиной? Не можете. Ну, поймите, мне нужно как-то объяснить и... Молодой человек, много слов. Иван Анатольевич, к вам пришли. Гражданин Антонов, открывайте милицию. Может, он спит. Хорошо, если просто спит. Лишь бы проснулся. Ключи есть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! Ты что? Ты Кастро? Я Кастро. Где-то полгода назад двое ребят кинули тут мотоцикл. Потом Чика с братом на нем уехали. Было такое? Было. Ты этих ребят запомнил? Одного я запомнил. Потому что он снял шлем и громко матерился. Это он? Нет. Другой был. Но этого я тоже видел. Только я его видел в этом доме. Есть магазин. Он туда частенько приходит. Ну и где он? Понятия не имею. Но телефончик-то включен и оставил. Он точно не выходил из ресторана? Точно. Где он может быть? Да везде. Пойдем искать. Сбежал, сволочь. Привет. Это я. Слушай, пробей мне по нашей базе группу крови Пашиниса и кровь, которую обнаружили на мотоцикле, с которого меня стреляли. Хорошо. Сейчас посмотрю, перезвоню. Давай. Давай. ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ Да. Я посмотрел. Группа крови совпадает. Так получается, Паша Лысый был водитель мотоцикла? Я перезвоню. ПО ТВ Да. Да вы что, с ума сошли? Как это нет? Я с таким трудом добился разрешения на задержание. Черт знает что, товарищ майор. Вот, как договаривались, мы создали проект жилого дома. Видите, даже заселили его при помощи компьютерной графики. Виртуальные жильцы довольны. Вот. Так, извините. Извините. Да, я слушаю. Сергей Дмитриевич, это Светлов. А вы не подскажете у вашего брата по улице Пионерская, 38? Случайно квартира, нет? Да, есть. А какой номер? Надо, по делу. Номер? Вот не скажу точно. То ли 441, то ли 447. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А вот это спортивная арена. Зимой здесь можно залить каток, а летом футбольное поле с искусственным покрытием. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЙ ТЕЕЛЕО tires Вы меня отвлекаете. Пиши, пиши, Дюма. Лавров, закончит, позовешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Могорян, ты не против? Я начну. Давай. Значит так, мразь. Имя, фамилия, отчество, год рождения, место жительства. Все по порядку. Туманов. Андрей Викторович. 1964 год рождения. 9 сентября. Среда. 12 часов пополудня. А позвольте полюбопытствовать, господа хорошие, о причине моего столь дерзкого задержания. Да ты, гнида, не задержан. Тебя арестовали за совершение серии убийств. И кого же я убил? Я еще раз спрашиваю. Откуда на пистолете ваши отпечатки, Антонов? Я буду отвечать только в присутствии адвоката. Вы моему брату позвонили? Позвонили, позвонили. Для кого предназначаются эти деньги? На купюрах отпечатки ваших пальцев. Это и есть плата за заказные убийства? Авторитетов Баграта, Саву и двух братков его и так далее. Это не важно. Но главное, ты лишил жизни дорогого нам человека. Паскуда. За что, Лену? Лену за что? Я тебе жучка глаз своих, алё! Иди покури. Иди покури. Иди покури. Ты будешь медленно гонить и мучиться. Я тебе обещаю. Не жалей эту жучку. Иди покури. Разрешите, товарищ полковник? Тут к задержанному пришли. Пропусти. Проходите. Ну, сейчас всё станет на место. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуй, брат. Плохие дела, Сергей Дмитриевич. Позволь, что я взгляну. Там всё липа. Серёж, там всё неправда. Всё липа! Ну, вообще-то это не положено. Вы же знаете. Будем считать, я его адвокат. Михаил Николаевич, вы мне позволите с братом побеседовать, так сказать, тет-а-тет? Пять минут вам хватит? Да, я думаю, более чем достаточно. Ну, что? Ну, что ты стоишь и смотришь? Поймал? Победил? Молоделец. Герой. Смерть для тебя. Это слишком просто. Ты живи, живи. Бог тебе судья. Ну, с ним-то я договорюсь. Попробуй. Давай, рассказывай. Зачем ты всё это? Я же говорил. Я полностью вложился в этот строительный бизнес. А смысл работать? Чтобы отдавать половину прибыли какому-то баграту? Да. В общем-то, порешал вопросы. А ты что, по-другому их решал в своё время? Я в своё время за это и поплатился. Насколько тебе известно. Кстати, долги ещё не все проплачены. Серёж, вытащи меня отсюда. Я ж не смогу в тюрьме. Какого чёрта ты взялся за этот ствол? Тебе известно, что на нём более десяти трупов. А теперь твои пальчики танцуют. Что делать? Что делать? Ты хоть адвоката мне найми. Да подожди ты, адвокат. Будет тебе адвокат. Самый лучший. Ну, в общем, мой тебе совет. Пиши признательное. Пиши. Иначе на пожизненное пойдёшь. А так оформим, как сотрудничество со следствием. Можно будет поторговаться. Что там у тебя с этой девочкой Леной вышло? Что? Что? Ты когда сидел, то дожимал это дело Светлов. А потом я нанял Туманова. Но он промахнулся. Серёж, Серёж, ты меня вытащишь. Вот об этом тоже напишешь. Ты меня понял? Понял. Серёж, сделаю всё, как скажешь. Ну, значит, на этом мы порешим. Ну что? Побеседовали? Давайте бумагу. Я буду признательно писать. Вот это правильно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всё, мужики, менять надо чё-то в жизни. Не могу я так больше. Всё, я, к примеру, съезжаю со своей хатой. Это не хата, а беда просто. То штукатурка на башку свалится, то кипятком зальёт. Отопления полгода нет. У меня вообще какая-то мазута. Всё, не могу больше. То бабзина придёт, замок ей открой. Ну, чё это за дела? Вон, пока перееду в РУВД и в кабинете поживу. Ничего. А что, Деркачу можно? Он ведь в Хрюнделя превратился. Жрёт, спит, жрёт, спит. С дачи холодильник припёр. Так у тебя нет дачи-то. Ну, вот тебе смешно, да? Ты не бережёшь себя, Виктор Сергеевич. Когда ты последний раз в отпуск ходил? А тебе ж лица нет. А про Игорька я вообще молчу. Вот я решил, всё, конец. Любку возьму. Да, двое детей, пусть не моих. Зато ответственность. Поговорите со Зверевым. Ну, всё-таки тяжело парню. Может, часть какого-то дохода добавить? Да. Что я? Не человек, что ли? ПЕСНЯ 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 Одна просьба к тебе. Ну, даже не просьба, совет. Дед, ты, пожалуйста, не забывай историю со своим братом. Поверь мне, мне бы очень не хотелось, чтобы она повторилась за тобой. Господи, что же у тебя за профессия? Ты такая. Почему именно ты занимаешься всем этим? Вот у меня дружбан был один, Костя, женился. А через три дня она его охмутала. Говорит, вот так и ся, и давай винзопилой пилить полдома. Это мое, это твое, и где? Так ему досталось два тазика и поленница. Все, вот тебе и на. Нет, я уж лучше сам. Как по течению? Куда кривая выведет? Ну, под венец не пойду. Не дай бог. Ника, ты опоздала на двадцать три минуты. Что? Это кто мне говорит? Ха, ничего себе, мистер Пунктуальность нашелся. А то, что я тебя целыми часами каждый день жду, ничего? На двадцать три минуты. У тебя паспорт с собой? С собой, а что? Да. Я уже здесь, сейчас подойду. Уже иду. Ничего не меняется. Светлов, ты так предсказуем, что это же противно. Ника, ЗАГС закрылся пятнадцать минут назад. Но нас ждут. Кстати, пример, с размером угадал? Подожди, ты... Ты что, мне предложение, что ли, делаешь? Да, предложение. Быстрее, быстрее. Ну, Ника, ну... Подожди. Подожди, как это? А что? Я убью тебя. Ника, что-то не так? Пошли, пошли, быстрее. Как это? Подожди, ты серьезно? А ты не шутишь? Нет. А ты что, против? Нет, я... Я очень даже за... За пятнадцать минут. И последний вопрос. Я понимаю, что он может показаться вам не очень приятным, но в свете последних событий я вынуждена его задать. Да нет, ничего, сдавайте. Хотя, впрочем... Вы знаете, я догадываюсь, о чем вы хотите меня спросить. О моем брате ведь так. Как вы прокомментируете его арест? И считаете ли вы правомочными обвинения, выдвинутые против него? Что тут можно сказать? Могу сказать, что его аресты и обвинения, выдвинутые против него, вполне обоснованы. Поверьте мне, нелегко об этом говорить. Я сам юрист, а в прошлом еще и оперативный работник. Но повторяю, что и арест моего брата, и обвинения, выдвинутые против него, вполне обоснованы. Это вовсе не значит, что я оставлю моего брата. Я сделаю все возможное для того, чтобы облегчить его участь. Ну, разумеется, в рамках законности. То есть адвоката вы наймете сами и тому подобное? Нет, не просто найму ему адвоката. Найму самых лучших адвокатов. Ну и, разумеется, их услуги будут оплачены мной из моих личных средств. Вот, кстати, о средствах. Я слышала, что именно деньги, инвестированные в строительство в вашем районе, послужили причиной для всех этих кровавых событий. Пожалуй, вы в этом правы. Действительно так. Ну, а не кажется ли вам, что череда смертей еще не закончена, и что будут новые жертвы? Скажу вам откровенно, хочется надеяться, что больше никто не пострадает. Более того, я в этом абсолютно уверен. Что же касается средств, я вас уверяю, они будут потрачены все, повторяю, все до копейки по назначению. То есть, на благо жителей нашего района. Спасибо вам большое, у меня все. Да. Да, Танечка? Сергей Дмитриевич, вам пора. А, ну вот видите, труба зовет. Танечка. Да. Вы, пожалуйста, займитесь нашими журналистами. Так, а я вот отдаю вам ваш инвентарь. Извините еще раз. Спасибо вам большое. Ну? Красиво. Игорь, ну это же пятое платье, и ты на всех говоришь красиво. Ну что поделать, тебе идет. Красиво. Ну а с фатой как? Хорошо. А без фаты? Тоже хорошо. Светлов, ну тебе же со мной в ЗАГС идти. Вы жених? Угу. А вы что не знаете, что нельзя невесту видеть в свадебном платье до свадьбы? Почему? Плохая примета. Мужчин. Бред какой-то. Не верю я в это. В некоторых странах даже невесту до дня свадьбы не увидишь. Ну, ну. Мне это больше нравится. Да, оно вот такое волнистое, под прическу. Под прическу. Ну, берем это, да? Ага. Ну, сейчас я быстро переодеваюсь и к папе, да? Друзья мои, ну вот наконец и настал тот день, которого мы с вами так долго ждали. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы открываем наш церковый центр. Это первое здание в районе, построенное по новому проекту. В дальнейшем темпы строительства будут только нарастать. Ну и, уверяю вас, через год нашего района будет просто не узнать. Ну уж, я надеюсь, через два года плохие воспоминания о нашем районе останутся в далеком прошлом. АПЛОДИСМЕНТЫ Что я еще хочу сказать? Извините. Ника, а можно тебя на минуту? Друзья мои, это моя дочь Ника. Пап, мне Игорь предложение сделал. Вот это вот моя дочь Ника. Сегодня она выходит замуж. Я сам только что узнал об этом. Надеюсь, что она будет счастлива. Потому что она выходит замуж за хорошего, сильного, мужественного человека, ну, в общем, настоящего мужчину. Я желаю им долгих лет жизни, большого человеческого счастья. Ну, на себе, как говорится, побольше внуков. С праздником вас, дорогие товарищи! С праздником! Сергей Леонидович, праздник с тобой. Хорошо, немного попозже. Ну, пойдем, дорогие. Ну, что, дорогие мои, день сюрпризов. Чего это вы так вдруг? Да не вдруг. Да не вдруг, мы давно. Давно они. Ну, ладно, поздравляю. Ты самое главное не тушуйся, зять. Не тушуйся. Успеем еще притереться друг к другу. Ну что, поехали. Поехали. Нет, Столоп. А вот тут позвольте отцу отвезти невесту. А то мало того, что не испросили родительского благословения, так это вот пытаются ущемить в правах. Нет возражений? Да нет. Ну, значит, и исполняем. Давай, дочка. А, Ника, на минуту. Сейчас, пап, подожди минуту. Скажи, я тебе сегодня говорил, что я тебя люблю? Петлов, ты вообще-то мне никогда не говорил этого. Вот я болван. Вообще, как ты меня терпишь? С трудом. Догоняй. Ну что, поздравляю. Здоров. Ура! Кидаем в шапки, а? Я поздравлять тебя не буду. Говорят, примета плохая. А вы как здесь? Да так, прогуливались. Да ладно, что ты шифруешься? Узнали, что Кравчук торговый центр открывает. И решили зафиксировать. Ага. Не знаешь, банкет будет? Не знаю. Витя. Витя. Игоря. Скорую. Быстро. Скорую. Игоря. 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 Игоря.